...продамы... ...появить, когда ее сады не разберется... ...меграция, на тебя... Ну что ж, я хочу, чтобы ты был уверен в себе, потому что у тебя есть такой связь с нами. Иди и у тебя наши шансы, и у вас. Встречаю бурную аплодисменту Ростислав Шигаверская, робот в Киру, профессионал «Маленькие города». Вот такое название, сейчас узнаем, для чего этот робот может быть использован в сфере медиацины. Держи микрофон свой, Ростислав, время начинается. Поехали. Как ты считаешь нужды? Можешь опять с ним искать? 12 миллиметров, Сигаверка, Ростислав. Я из школы номер 20. Мне 14 лет. Для меня есть CDR, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями. Но я разработал такую программу, которую практически сама прописываю код, чтобы свидетели выполнять какую-либо реакцию. Давайте поддержим Ростислава, он уже залаговался тоже. Поделиться на первое, что ему приступление с таким изобретением. Подготовился? Давай. Я разработал. Программа, которая сама прописывает код. Чтобы следить за выполнением этой операции, можно написать на компьютере программу АТВИН. Например, КОМКОРС. Как это выглядит? Я собрал с нобильного устройства, которое я назвал, он дал название Робот-Кирой. Я его придумывал для того, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями. Попытаться им помочь, как бы, которым ему... Ну, вместо людей, специалисты, которые... Ну, вот специалисты есть, например, он, например, живет в Москве. Есть пострадавший, у которого, что там, болезнь какая-то из сердца. Он не может приехать к органу. Он может воспользоваться компьютером и управлять компьютером операцией, которые в Новоминске, в больнице. С помощью этого компьютера он может передать операцию, передан в транзию, все, типа, ну, как бы того. Вот. Он содержит в себе маленький микрокомпьютер, в котором он актуалинограмм. Который подключается к компьютеру и USB по USB-кадерам. По простой команде эта программа посылает сигнал один или ноль. Чтобы включить и выключить моторы, подключенные к трем микросхемам, мы управим двигателем L200-93D. Это моя собственная программа, в которой мне помогал мой учитель, Сергей Алексеевич Минников. Который будет автоматически прописывать код, в связи с выполнением какой-либо операции. Если кто-то нажал пользователь, а в самой кнопке прописана отправка программы, компа, то она может выполнить какое-либо действие. Трините, потом устройство я не нашел. Но есть устройство и подороже, и поумнее. Это вы сами прописываете код. Ну, это, например, ну, в Америке создают такие робот-хирурги, которые прописывают код, ну, этот код. И, ну, они, как бы, выплачивают. В России уплачивают алиэканские уплачивают. Но я решил создать свой робот-хирург, который будет стоить дешевле, и он стоит, наверное, разводиться в России. Мои свои работы, ну, изначально, разрабатывались для переноски каких-либо предметов, для что-то, ну, любвищественных веществ, ну, и для которых недоступно было. Ну, для мест. Одна минута осталась, уже заканчивается. Мои запретили разрабатывать для быстрой помощи людям, которые сами находятся вдали от веб-про-специалистов, чьи помощи они будут находиться, им не нужно будет стоять в бесконечных очередях, а лишь написать на свои проверения через это время. Все? Давайте поаплодируем. Спасибо, что было. Спасибо, что было. Спасибо, что было. Спасибо, что было. Передание. Есть вопросы, Евгений, пожалуйста. Да, да, да. Начинайте. Так, ну, что-нибудь разнявшился. Чего разнявшился-то? Такси. Нет, все. Первое выступление. И что? Еще страшно. Мне тут все друзья, все свои. Вот. На самом деле, разработка классная. То есть, если у тебя правильно поняли, у тебя система, которая позволяет удаленно твоим роботом управлять, да. Он может находиться в условиях опасных для человека, да, то есть делать что-то там, где вот совсем страшно. А ты аналоги совсем никаких не находил? Вот, ты говоришь, нам аналоги? Или они есть, но просто они зарубежные и тебе это не очень нравится? Какие-то, да. То есть, слой хочется? Да. Ты мне скажи, вот, у тебя микроконтроллер Arduino на борту, да, стоит? А команда, как получается, отправляешь? Ты ему пишешь, какой мотор включить? Да, я с тобой работал команду, на онбуке. Я там написал, там, какое действие надо было выполнить. Вот, вот, моторчики. Ну, я, например, нажал там на кнопку, она сделала действие, например, поменялся левое, ее правое. А там задается на какой-то угол, длинном времени? То есть, или пока я держу кнопку, он движется? Нет. Ну, пока что я на кнопку нажму, ну, на экране, там, есть, как бы, такое окошко, которое надо нажать. Она будет, ну, как бы, поворачиваться, пока не нажмешь на кнопку стол. Ага, то есть, будет продолжать двигаться, и там старт, стол получается, да, для каждого мотора? Она потом доработает, на кнопку нажму, чтобы его удерживать, от нашего, если он умил, уже, пустишь кнопку, тогда все, отлично. Отлично. А ты уже, как вот, сделать так, чтобы сигнал передавался очень далеко? А у тебя пока получается с компьютером управляется установка? Беспроводно пока ты не делал еще? Ну, так же, не на легких дистанциях, я попробую Bluetooth, как бы, попрещать. Bluetooth на Bluetooth. То есть, на велетких дистанциях, ну, вот, через интернет. Через интернет. А не в прям, как у нас там камера стоит? Да, эта камера, ну, отдельная, потому что, чтобы можно было, как бы, например, есть уже в комнате, ну, а вот робот, он, в кабинете каком-то, можно, как бы, если бы, смотри, булка, там, с компьютером можно было управлять, там, поворачивая камеру, смотреть, куда, что вы. Молодец. Тебе, знаешь, какой вопрос нужно обязательно изучить? Дело в том, что для того, чтобы у тебя хирург мог работать удаленно, тебе недостаточно будет сделать кнопку, вот, нажал, и он движется, он может, допустим, скальпелем и лишнее провезать. Там придется повторять движение руки хирурга. То есть, получается у тебя манипулятор с этой стороны и почти такой же, например, с другой. И я вот беру его прям за рабочую часть, начинаю своей рукой двигать, а тот, который удаленно начинает, это дело повторять. Точно так же, как я тут, в очень далеко, в другой стране. Идея действительно хорошая, потому что произвести какую сложную операцию, когда нет времени, человек вот на операционном столе, а робот, последний вопрос от меня, робот, который у тебя там был на картинке, ты про него читал? Сможешь назвать, что он за рожей был по-медицински? Популярный? Не робот, а Винча. Да, Винча. Знаешь его историю? Это уникальный робот, он в 2000 году появился. В 18 лет существует проект. Тебе для того, чтобы понять, вот, как нужно сделать, можно сделать такую штуку, она называется, во взрослом мире, реверс инжиниринг. То есть, ты берешь готовое решение, внимательно читаешь про него, смотришь его особенности, и потом смотришь, какие можно перенести к тебе, какие тебе нужны, а может, какие-то не нужны. Это позволит тебе сэкономить время на разработке, то есть, посмотреть на старшие аналоги, понять, какие зрители используются, какие технологии, и, возможно, полезные штуки оттуда перенести в свой проект. Это не плагиат, это попытка тебе просто разобраться и сделать лучше. Спасибо большое, Евгений. Есть ли еще вопросы? Нет, спасибо большое, Дороге Ростислава, еще раз пообладу, все равно, вы скупировали, спасибо, Денис, Дороге, присаживайтесь в зал, и на бредоход по очереди. Сначала отступайтесь, и потом камера. Пусть не сей.